В переговорах между Россией и Украиной есть прогресс. Об этом сказал советник президента Украины Игорь Жовкова в эфире радио BBC. Он сообщил, что впервые на переговорах в Стамбуле российская сторона, не выдвигая ультиматумов, высушила позицию Украины. Советник президента также прокомментировал заявление российской стороны о снижении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. Он отметил, что войско не отступили с указанных территорий. «Положительным моментом является то, что украинская сторона, по крайней мере, начала более конкретно формулировать свои предложения и переносить их на бумагу. До сих пор мы не могли достичь этого. Это положительный фактор». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на проведенном им брифинге. Вместе с тем пресс-секретарь Кремля обратил внимание на отсутствие многообещающих моментов, серьезных продвижений и отметил, что предстоит проделать большую работу. Дмитрий Песков также коснулся вопроса о Крыме. «Крым является частью Российской Федерации, и, согласно нашей Конституции, мы не можем ни с кем обсуждать судьбу регионов Российской Федерации», – сказал пресс-секретарь. Между тем, с начала войны сотни тысяч людей были вынуждены покинуть Украину. По последним данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в соседние страны отправились более 4 миллионов украинцев. Свыше 2 миллионов 300 тысяч украинских мигрантов уехали в Польшу. Генеральная прокуратура Украины распространила информацию о потерях среди несовершеннолетних. С начала боевых действий жертвами войны стали 145 детей, 222 получили ранения. Больше всего страдают дети в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Николаевской, Херсонской и Сумской областях. Кроме того, в результате бомбардировок было повреждено 790 учебных заведений, 75 из которых полностью разрушены. Продолжение следует...